Во-первых, Сергей Смирнов, безусловно, скандалист, произносил различные нелицеприятные вещи в отношении разных людей. Как говорится, деньги не пахнут, невозможно договориться единым образом. Там виднее внутри руководства, как это делать правильно. У многих людей очень натянутые отношения, все-таки присутствует на рынке некая паранойя, недоверие. Друзья, это важно. Оставьте, пожалуйста, лайки, если вам нравится видео. Это большая поддержка для нас. Комментируйте, ваши мысли и идеи очень нужны. И подписывайтесь, чтобы быть в курсе новинок. Любые ваши реакции нравятся алгоритмам Ютуба. Спасибо за поддержку. Друзья, привет. Я хочу поговорить о новостях, можно сказать, риелторского бизнеса для нашего канала Люди Недвижимости, безусловно. Мне кажется, что самая главная новость последних дней, это то, что компания Самолет Плюс приобрела 4 СРМ. Сразу 4. И если два из них, две из них, это Lotenfo и Quartus, это, так если сказать помягче, не очень распространенные СРМ, которые давно уже не были, не вели какое-то активное продвижение, активное освоение, активное привлечение пользователей, то Topenlab и ЮСРМ в своих нишах, конечно же, показывали рост. И, наверное, больше всего в этой истории мне интересно, как поведут себя пользователи Topenlab, потому что именно эта платформа и эта СРМ была настроена на большие компании, потому что это такой конструктор. И каждая компания, включая крупнейший, например, в Краснодаре, компания Ajax, настраивала под себя этот конструктор и пользовались этим. Мне кажется, что, учитывая те традиции, которые есть на рынке, в бизнесе риелторском, сейчас многие компании, пользователи этой системы начнут отказываться, искать альтернативу. Несмотря на, конечно, на все заверения владельцев Topenlab, что ничего не изменится, вы продолжите пользоваться, все-таки присутствует на рынке некая паранойя, недоверие. И, конечно же, вот эта внутренняя кухня, а СРМ это именно внутренняя кухня, она не позволит многим остаться в рамках этой платформы. На самом деле, на рынке осталось не так много систем, в первую очередь, это, конечно же, наш партнер Joywork, но еще, наверное, я могу перечислить парочку. К чему это все приведет, честно говоря, даже не знаю. Мне кажется, что здесь два пути. Первый – это то, что произошло с Цианом, когда Циан, будучи, это как пример, будучи совсем небольшой компанией, состоящей из шести человек. Тогда я был знаком с основателем Дмитрием Деминым, когда ее купила большая структура, потом еще больше структура, то, соответственно, постепенно отношения между профессиональными пользователями и, собственно говоря, владельцами, разработчиками платформы отдалялись, усложнялись, даже, сказать, ухудшались. И это происходило из года в год. Такое может произойти и с этой системой, но, учитывая, что новым владельцем становится компания «Самолет Плюс», то, конечно же, это игрок внутри рынка. Как он себя поведет, не знаю. Безусловно, у нас есть релиз по этому поводу. Вы можете его почитать в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. И понять хотя бы или уловить, что сейчас компания, руководители «Самолет Плюс» заявляют по этому поводу. Опять же, «Самолет Плюс» разрабатывает, не разрабатывает, а организовывает, если я правильно цитирую, сообщество работодателей или профсоюз для того, чтобы действительно каким-то образом влиять на законодательные органы. И в том числе с точки зрения налогообложения и так далее, и так далее. На мой взгляд, именно не профсоюз, а вот сообщество работодателей, или как оно там у них называется, это альтернатива российской гильдии риелторов. Потому что, по факту, РГР – это объединение именно руководителей агентств недвижимости для определенных целей. Критика со стороны Александра Попова в сторону РГР, в общем-то, была всегда достаточно сдержанной. Но, тем не менее, мы видим результат, что необходимость в таком сообществе нужна. И посмотрим, кто дальше будет объединяться. Если в эту структуру войдут две крупнейшие компании, этажи «Самолет Плюс», а может быть еще и «Жилфонд» и кто-то еще, то, конечно, это будет очень приличная сила. И если она будет организована на понятных, прозрачных и в том числе финансовых основах, то, конечно, результативность у этой организации будет гораздо выше. Лично мне, конечно же, во всей этой истории с РГР, поскольку я с ней недавно тоже столкнулся, сильно не устраивает такой принцип конфедерации. Когда региональные объединения, региональные гильдии практически вообще не подчиняются федеральному центру. И невозможно договориться единым образом. Каждый раз в каждом регионе приходится вновь выстраивать какие-то отношения с руководителями, с исполнительной дирекцией. И это настолько усложняет вообще весь процесс, что в какой-то момент я даже машу рукой и говорю, да ладно, как получится. Поскольку вот этой вот взаимодействия нет. С одной стороны, исполнительная дирекция вроде бы должна идти навстречу любым активностям, которые предлагаются, особенно на бесплатной основе. С другой стороны, участники региональной гильдии всегда имеют какие-то интересы. И опять же, не исключено, что могут противодействовать любому сотрудничеству, любой внешней организации. Потому что у них есть свои интересы, в том числе, например, как заработка на мероприятиях. А мы, собственно говоря, тоже зарабатываем на мероприятиях. Ну, хотя и это не основная наша цель, но тем не менее. Поэтому вот эта вот ревность со стороны гильдии, с которой я недавно столкнулся, мне кажется, абсолютно неконструктивна. И было бы проще, если бы федеральная или объединяющая власть в лице руководства именно РГР могла бы как-то на это повлиять. Но, судя по тому, что происходит, скорее всего, это возможно только на уровне пожеланий и каких-то еще вещей. Меня, конечно, удивило, я тут пообщался, что в Российской гильдии риелторов аж 17 комитетов. И, в частности, комитет по образованию по мероприятиям – это разные комитеты. И это разные люди. Не знаю, как они там внутри взаимодействуют. Хотя, на мой взгляд, конечно же, комитетов должно быть меньше, поскольку задачи должны быть разделены как-то больше, более объединены. Но, не знаю, там виднее внутри руководства, как это делать правильнее. На конгрессе в Сочи не было двух, на мой взгляд, ведущих компаний. В первую очередь, компаний «Домклик» от Сбер. И мне кажется, что это связано с тем, что сейчас «Домклик» проводит свои какие-то мероприятия. Я, честно говоря, даже не сильно в курсе, насколько они масштабны. Но, тем не менее, уход с площадки «Домклика» – это существенная история. Также, в данном случае, в «Сириусе» не было авито. Это тоже некий такой символ, что компании то ли имеют собственные силы, то ли не нуждаются в каком-то дополнительном промоушене, то ли еще что-то. На самом деле, конечно же, хотелось бы получить комментарий от них более официальный, но, тем не менее, вот эти факты, которые я вам привожу, стоит на них, наверное, обратить внимание. Сейчас на этом рынке, я имею в виду крупнейших мероприятий, возникла конкуренция. Потому что я сам лично слышал от многих, от некоторых людей, немногих из нашего рынка, что они предпочтут в этом году поехать на движение. Структуру Ильи Пискулина, которая отчасти, как мне кажется, родственна и этажам, поскольку Илья и Ильдар являются соучредителями в компании «Этажи Девелопмент». Ну и, конечно же, где-то там, наверное, по дружбе, по тюменскому этому сообществу присутствует и Александр Попов. Хотя, я думаю, что это все-таки больше такое сотрудничество на позитивной конструктивной основе. И посмотрим, как в этом году будет проходить движение, потому что там тоже будут новшества. Не будут разделены площадки девелоперов и риэлторов, они будут все вместе. К сожалению, наверное, наша команда там присутствовать не сможет, потому что традиционно движение не разрешает съемку внутри своей площадки. Я имею в виду контента. А всевозможные репортажные истории для нас неинтересны уже очень давно. Но мы их не делаем, потому что это такой телевизионный формат. И у нас он для наших зрителей неинтересен. Что еще сказать? Ну вот, кстати, на конференции «Дом клик» был замечен Сергей Смирнов. Для меня это стало такой странной историей. Потому что, во-первых, Сергей Смирнов, безусловно, скандалист. И про это все знают. У многих людей очень натянутые отношения. Руководили и агентств, президентов гильдии. Очень натянутые отношения с ним. Поскольку не раз Сергей себя вел достаточно вызывающе. И произносил различные нелицеприятные вещи в отношении разных людей. Причем конкретно именно людей, а не явлений. И то, что он появился на «Дом клике», кстати, в свое время он достаточно скандально ушел из «Дом клика». Это такой большой вопрос. Насколько новое руководство пиар-службы, ну, скажем так, понимает, с какими игроками на этом рынке. И ради чего они строят отношения. Потому что у меня прям большой вопрос по этой теме. И, как говорится, деньги не пахнут. В данном случае аудитории не пахнут. Безусловно, у Сергея очень большая аудитория. Но эта аудитория не риэлторская. И она определенно имеет так называемый бренд-войс. Поэтому помогло это «Дом клику» или поможет в будущем такое сотрудничество. Ну, как говорится, тоже посмотрим. Мы сотрудничаем со всеми. Я еще раз скажу. И с «Дом кликом», и с «Авито», и с другими компаниями. Поэтому всегда открыто для любых отношений. И, собственно говоря, в ближайшее время проведем серию мероприятий по региону. В этом году мы уже завершили два мероприятия. А именно в Перми и в Челябинске. Два города-миллионника. В конце мая еще будет Владивосток. Далее утвержден Иркутск. Ну и еще серия городов будет фактически до конца года. Думаю, что где-то 10 городов и в итоге мы объедем. В каждом городе от 400 до 600 человек у нас присутствуют на мероприятии. Ну, собственно говоря, суммарно это будет около 5000. Мы рассчитываем именно на такой оффлайн присутствие. Ну и, конечно же, наши традиционные трансляции, которые собирают дополнительно зрителей. В частности, во Владивостоке нас будут смотреть из еще четырех регионов. А именно с Сахалина, с Камчатки, Магадана и Хабаровска. В Иркутске нас будут смотреть из Забайкаля, Читы, Бурятии и Якутии. Потому что мы сотрудничаем с территориальным банком Сбера, который именно таким образом приглашает своих партнеров к данной конференции. Ну, а в других городах, соответственно, тоже будут дополнительные охваты ближайших регионов, которые так или иначе примыкают. Ну, и, конечно же, записи лучших материалов все зрители смогут увидеть на нашем канале. То есть это еще тысячи и тысячи зрителей в течение года. И дальше будут смотреть наши материалы, среди которых, конечно же, мы отдельное внимание уделим обучающим материалам. Хедлайнеров наших, это в первую очередь Владимир Якуба, Мария Мокрышева, Феликс Альберт, Вадим Орехов, ну и другие тренеры рынка по разным тематикам, которые у нас регулярно присутствуют, в том числе и мы их так условно называем резидентами. Кстати, для тех, кто поедет на Конгресс Российской гильдии риэлторов во Владикавказе, он будет в начале июня, также я всех приглашаю. Я думаю, что он будет более камерный в этом году, более нацеленный именно на руку водителей, которым, как говорится, есть что сказать, есть чем поделиться именно с точки зрения управления агентствами и развития. Думаю, что какая-то проблематика связана с тем, с чего я начал, а именно с платформами для управления, также будет там обсуждаться. Ну, в общем-то, насыщенный будет ближайшие два месяца. Всех приглашаю, в первую очередь, на наш проконгресс, ну и на все остальные мероприятия, движения и конгресс РГР также, в том числе. Вот, и всем, конечно же, желаю хорошего настроения, солнышко. И вот оно как раз вылезло, становится тепло и ярко. Как всегда говорю, берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес, если он у нас есть. Пока, до встречи на канале.